Швейцария, Женева Швейцария, Женева Швейцария, Женева Швейцария, Женева Швейцария, Женева Швейцария, Женева Советские люди всегда были верны интернациональному долгу. Мы встречали детей Испании, как родных, попавших в беду. В каждой семье их ждали забота и ласка. Не скоро еще удастся осушить эти слезы, но мы их осушим. Советский Союз станет для этих ребят второй родиной. Здесь они вырастут, получат образование, поймут правду, заложенную в великих словах «Ленин», «Революция», «Советская власть». А когда и на нашу землю нападут фашисты, многие из них, как Рубен и Барури, сын Апассионарии, с оружием в руках поднимутся на ее защиту. Ты была простором и раздольем, сказочной избушкой на юру, теплым запахом ржаного поля, пионерским горном пултру. Ты была мечтой неустанной, явью наших самых светлых снов, золотым покоем Левитана, песню Чайховского бесслов. Страна завершила вторую пятилетку. Ушла в прошлое та Россия, о которой Ленин говорил, что она оборудована современными орудиями производства, в четверо хуже Англии, в пятеро хуже Германии, в десятеро хуже Америки. Теперь по объему промышленной продукции СССР вышел на второе место в мире и первое в Европе. Мы сделали главное, превратили свою страну из отсталой сельскохозяйственной в передовую промышленную державу, добились экономической независимости. Но мы переживали трудности. Отставала топливно-энергетическая база. Не справлялась с планом черной металлургии. Это вызывало диспропорцию в развитии народного хозяйства. Но другие отрасли бурно развивались, особенно машиностроение. Станочный парк у нас был самым молодым и совершенным в мире. На три четверти он состоял из станков, изготовленных за последние 10 лет. Мы, ввозившие когда-то даже канцелярские скрепки, научились делать электронные лампы, создавать турбины мощностью в 100 тысяч киловатт, больше всех выпускать паровозов, комбайнов, сельскохозяйственных машин. Рабочий, экономь время, приучай соберечь не только часы, но и минуты, секунды. Молодежь только из рассказов знала о продотрядах, об осьмушке хлеба в норме голодных лет революции. И сейчас не все ладилось в сельском хозяйстве, но за две пятилетки на колхозные поля пришло более полумиллиона тракторов. Пришли комбайны, а с ними и достаток в наши товары. Это о нем в голодные годы мечтали отцы, отдавая детям последнюю пушку молока. Сегодня мы не замечаем, что молока много, привычка. Начиналась она так. Люди стали не только лучше питаться, но и покупать красивые, добротные вещи. За пятилетку производство трикотажа выросло втрое. Обуви вдвое. Человек ощущал, что социализм не только свобода от эксплуатации, равноправие, но и весомые материальные блага, удобство, красота. Флакон духов. Это не мелочь. Женщины хотят нравиться, быть элегантными. Правда, изделия этой фабрики еще не соперничают с французской фирмой Кати. Но ведь у нас и опыта меньше. Меняли облик города. Вот таким стал Минск. Тот, кто видел старый Баку с его пылью и копотью, не узнал бы сегодня нефтяной столицы. И помина не осталось от деревянного Новониколаевска, главной улицы Новосибирска, Красный проспект. Перестраивались центральные улицы Свердловска. По сути дела, в 30-е годы весь центр города создан заново. Вокруг одного из гигантов второй пятилетки Новокраматорского металлургического завода вырос современный город. Продолжалась реконструкция Москвы. Старый Крымский мост. Прощай, ты честно отслужил свое. Теперь тебе предстоит долгий путь на Аку. Ввиду передвижки Крымского моста проезд и проход по-таковому закрыт. В Новые берега вошла Москва-река. Музыкой и смехом звенели парки. Открылись новые радиусы метро Покровской, Горьковской, Мрамор, Уральские самоцветы украшали подземные дворцы. Московское метро это настоящее произведение искусства. Оно самое красивое в мире. Счастливое настроение созидателей переплавлялось в искусство, до сих пор согревающее сердца. Кто не помнит популярной комедии Григория Александрова? Красавица народная, Как море полуводная, Как наша жизнь свободная, Широка, ложнока, сельза. Отдыхаем, воду пьем И заседаем, воду льем И выходит без воды Вы послушайте, звук какой! Прямо как из бревна! Звук! Играть надо уметь! Да я пятьдесят лет играю! А такого звука не слыхал! Говорит писатель Серафимович В связи с моим юбилеем Обнаружилось, Что мне 75 лет, Что я скрывал все время. Но в нашей чудесной стране Даже в 75 лет Можно знать счастье И радость работы. И я работаю. 40 лет распахнутые двери МХАТа Москвин, Тарасова, Немирович Данченко Сегодня у актеров праздник Их приветствуют гости из Ленинграда, Из национальных республик Эти восточные халаты Дань любви к московскому художественному Свидетельство его поистине всенародной славы В какой еще стране В то время Народных поэтов Награждали орденами Слушайте степи Акина Джамбула Говорит он по-казахски Его услышали Артисты Киргизии Готовятся выступать в Москве Готовятся выступать в Москве Древняя Армения Искусство ее насчитывает века Но сейчас оно впервые выходит на всесоюзную арену С чудесными мелодиями Огненными плясками Вот как этот танец Чем-Чем Сколько великих музыкантов Знал этот город Но столь юный оркестр И такого молодого дирижера Он еще не видел КОНЕЦ Нет, нет, это не война Пока еще не война Просто учебная воздушная тревога В Ленинграде Рядом в сорока километрах Финляндия А там щутскоровцы Барона Маннергейма Париж и Лондон втайне Берлин открыто Науськивают их на страну советов Да и сами германские фашисты Не скрывают своих планов Дранг нах Остен Вот лозунг Третьего Райха Эти карты Только что вышли в свет А Гитлер считает, что они уже устарели Австрия Веселая Вена Кто защитит тебя? Может быть, Запад Подручные австрийского нациста Зейс Инкварта Думают иначе На рассвете 12 марта Солдаты вермахта Перешли австрийскую границу Идите, мальчики Кивайте черепами еще в кудрях, проборах и бровях Придет время Они сложат головы Но это будет не скоро Оккупация Австрии Первый пробный марш по дорогам Европы А Запад молчит Впрочем, не совсем Англия никогда не давала гарантии независимости Австрии Заявили в Лондоне Франция признала захват Бывший президент Соединенных Штатов Америки Гувер Твердил, что он в восторге от Гитлера Лига наций безмолвствовала Один Советский Союз предложил принять меры По коллективной безопасности Европы Но его не хотели слушать Угроза нависла на Чехословакии Гитлер стучит бронированным кулаком Германский вопрос может быть решен только путем применения сил Советский Союз в любом случае готов выполнить свои договорные обязательства Говорит с трибуны легенации Литвинов Чешский народ знал, что наша страна остается его верным и надежным другом Вот он, договор о взаимопомощи, заключенной три года тому назад между СССР и Чехословакией Сегодня он назван пережитком прошлой эпохи В трудный для республики час Чехословакское правительство Испугало своего народа больше, чем фашизма Рабочие Праги во главе с коммунистами вышли на улицы Они требовали у правительства положить конец капитулянской политике Великие державы Запада, ваше слово И они сказали свое слово здесь, в Мюнхене Чемберлен Боне Даладье Они там, откуда впервые выполз германский фашизм А вот и главная договаривающаяся сторона Фюрер Прибудет и Муссолини Смотрите внимательно Эти кадры нельзя забывать До сих пор изменников Тех, кто корыстно, трусливо и близорука Придает интересы народов Люди клеймят этим хлестким, как пощечина словом Мюнхенцы Англия, Франция, Германия, Италия Подписали соглашение Судетская область Чехословакии Передавалась Германии Границы республики перекраивались по произволу берлинских стратегов Без долгих слов Они присоединили к Райху и те районы, где намечался народный плебисцит Так называемые демократы из Парижа и Лондона не возражали В их руках Чехословакия была разменной монетой Они платили Гитлеру, чтобы толкнуть его дальше на восток К границам СССР Соединенные Штаты Америки приветствовали Мюнхенской сговор 2 октября 1938 года газета Нью-Йорк Таймс опубликовала карту будущей экспансии Гитлеровской Германии в направлении СССР Это была вершина политики невмешательства Мюнхенское предательство не спасло мир А лишь поставило его под угрозу Ибо оно нанесло удар Союзу сил мира во всех странах И поощрило фашистов Так говорили коммунисты Европы История доказала их правоту Осенью 1938 года Чехословакия переживала трагические дни Единственной страной, не признавшей Мюнхенского сговора Оставался Советский Союз Мы создавали новый мир И прежде всего нового человека Вряд ли думал Алексей Стаханов Что его рекорд прозвучит на всю страну Как сигнал к атаке Сначала на его учеников смотрели с удивлением Даже с недоверием А сейчас в 1938-м Бригады, цехи, целые заводы Называют себя этим именем Стахановцы У этих людей не было секретов Они учились и учили других Движение нарастало, как лавина К концу года во многих отраслях промышленности Из каждых десяти рабочих Четверо были Стахановцами Не отставали и труженики полей Сто тысяч подруг на тракторы призывала Паша Ангелина Пришло двести тысяч В 25 раз увеличился выпуск шарика подшипников А ведь, чтобы овладеть сложной технологией их производства Требовалась высокая квалификация Кончив смену Многие садились за учебники Шли в вечерние институты Менялся облик советского рабочего Он становился культурным Технически грамотным человеком Новатором Люди, овладевшие сложной техникой Чувствовали себя артистами в своем деле Работали с небывалым подъемом Не только знание, но и душа, талант, вдохновение Понятия, казалось бы, далекие от производства Стали повседневными спутниками социалистического труда Труд в нашей стране, говорила партия Есть дело чести, дело доблести и геройства Это новое отношение к труду Воплотилось в указе Президиума Верховного Совета Учредившего звание Героя социалистического труда Но насколько богаче была бы сегодня наша страна Если бы в тот год Вся сталь шла только на мирные цели Время диктовало другое Слишком темны были тучи Подползавшие к нашим границам Из запада и с востока Уже где-то в рабочих чертежах Угадывались контуры легендарных Т-34 Которые пройдут по полям величайший из войн И поднимутся на пьедесталы В городах освобожденной Европы Сегодня учение, боевая готовность И первая среди первых молодежь В 1938 году страна отмечала 20-летие Ленинского комсомола Верный помощник партии Эта молодежь выросла уже при советской власти Как мы следили за их перелетом Как волновались за них Валентина Грязодубова Полина Осипенко Марина Роскова Петр Кривонос Машинист, обогнавший время Работать не хуже мужчин Решила Зинаида Троицкая И ее женская паровозная бригада Первая в стране А столевар Макар Мазай оказывается хороший педагог Татьяна Федорова Она строила московское метро Дуся Виноградова Первая ткачихая многостаночница Комсомолец Миша Ботвинь Это его главное звание А кроме того Он еще чемпион Сергей Львович Соболев Академик Знаменитый математик Он уже не раз восхищал научный мир своими работами В области динамики упругого тела Завидная судьба у этого человека Когда его избирали членом-корреспондентом Академии наук Ему шел 25-й год Это первые поколения советской интеллигенции Отмечал Михаил Иванович Калинин Они плоть от плоти народа На челе советского интеллигента Можно даже узнать Характерные черты рабочего и крестьянина У исследователей, которые пришли в эти лаборатории Путь был прямой Школа-институт наука Наверное, сами попанинцы Не видели в своей работе ничего особо героического Они были учеными, полярниками И выполняли свой долг Иван Пафанин Петр Шершов Евгений Федоров Эрнест Кренкель Москва встречала героев Мы и сейчас волнуемся, вспоминая те дни 274 дня на льду Дрейф от района полюса до берегов Гренландии Льди, на которой все время раскалывалась под ногами В ночь с 1 на 2 февраля От нее остался пятачок Радиусом в 30 метров Иван Папанин записал в своем дневнике Остались жить на ледяном обломке Имущество удалось спасти По распоряжению правительства принят ряд мероприятий по оказанию нам помощи К берегам Гренландии отправились ледоколы Сотни людей участвовали в спасательных работах И буквально вся страна, волнуясь, следила по картам Успеют ли Помощь пришла вовремя Вот он, лагерь героической четверки Последние часы на льдине Первые в мире дрейфующие станции Северный полюс Проделала огромную научную работу Измерены глубины Ледовитого океана Изучена жизнь на разных его горизонтах Метеорологические наблюдения Папанинцев Уже тогда помогали советским летчикам в дальних перелетах А измерения земного магнетизма в районе Северного полюса Не потеряли ценности в наших дни Герои побеждали Но герои и погибали Погиб Чкалов Один из удивительных людей нашего времени Великий летчик, мечтавший облететь Вокруг шарика Он здесь лежит Упавший сокол Его не вызвать из земли К нему, летавшему высоко Его товарищи пришли В одеждах синих Цвета неба Они клянутся, что есть сил Туда стремиться Где он не был Куда лишь крылья заносил Пройдут года И другой парень Пусть не с Волги, а из Смоленска Поднимется на борт космического корабля И скажет Ну, поехали И он облетит вокруг земного шара Осуществляя Чкаловскую мечту Никогда не оскудеет романтиками наша земля От суровых скал Камчатки До субтропиков в районе бухты Пассиет Раскинулся советский Дальний Восток Эта суровая, красивая земля Словно создана для юности Здесь так нужны были рабочие руки До ста тысяч парней и девчат Каждый год переселялись на Дальний Восток Чтобы обеспечить экономическую самостоятельность Дальнего Востока Партия создавала здесь Мощную промышленную базу Уже в 38-м году Ни одна область страны Не могла сравниться с Дальним Востоком Под темпом промышленного развития Вставал вопрос о создании в крае Комплексного многоотраслевого хозяйства И это была дальновидная политика Одно из главных богатств края – рыба Еще недавно рыболовные суда Японии и Америки Буквально пиратствовали в дальневосточных водах Хищнически истребляли рыбу Теперь с этим покончено Советские рыбаки стали полноправными хозяевами До одной трети всех уловов рыбы в стране Дает Дальний Восток Песня, песенка, девичья Песня, песенка, девичья Перейти за ясным солнцем свет И пойду на дальнем пограничье От Катюши передай привет И пойду на дальнем пограничье От Катюши передай привет Граница Озеро Хасан Июль 1938 года Год назад японская военщина Начала агрессию против Китая Японский посол в Берлине Сато Встретился с Риббентропом Военный министр Тодзио Призывает к действиям В случае удачи Всему миру можно будет показать Военную слабость Советского Союза Германия с запада Япония с востока Треугольник Рим Берлин Токио За работой Японские войска Перешли границу В районе озера Хасан В воздухе Японская авиация Бомбы рвутся На нашей земле Начальник штаба Дальневосточного фронта Комкор Штерн Красная армия Выполнит свой долг Обеспечит неприкосновенность Советских границ Это уже не мелкая пограничная Стычка, каких было много Самая первая для нас Проба сил Маршал Блюхер Руководит наступлением Красной армии Субтитры создавал DimaTorzok 11 августа Последний японский солдат Выброшен с советской территории Победа Мы заплатили за нее Немалой ценой Надо учиться вести современную войну Учиться Пока еще есть время А в Кремле Героям Хасана Вручали высшие награды страны 26 новых героев Советского Союза Впервые Вручались медали за отвагу И за боевые заслуги Граница на замке Мы повторяли эти слова Японским самураям Не удалось нарушить мирный труд И мирную жизнь Дальнего Востока По-прежнему качали нефть Вышки Северного Сахалина Она была остро необходима молодому краю Золото Здесь оно повсюду И в Преамурии И на отрогах Сихоте Алине А больше всего На Колыне Драги, экскаваторы, гидромониторы Заменили примитивные старательские лотки Валютным цехом страны Называли Дальний Восток В 28-м году Английский капиталист Лесли Уркварт Писал, что лишь через 50 А может быть и через 100 лет Большевики доберутся До Киргизских степей и дальше Он предлагал свои услуги Просил разрешения покопаться там Справились сами И не через 100, а через 10 лет Оказалось, что в недрах Киргизии Казахстана Содержатся чуть ли не все элементы Периодической системы Мендереева Если черный металл Арифметика индустрии То цветной Ее алгебра Не меньше, чем золото Ценится на мировых рынках русский мех Да, собственно, его и покупают На вес золота Слава русского меха древняя Многовековая Мы не собираемся от нее отказываться Пятнадцатый международный пушной аукцион в Ленинграде Кто больше, господа? Мы построим на эти деньги новые заводы Проложим железные дороги Откроем десятки театров, музеев, консерваторий Мы готовы жить, как добрые соседи И торговать со всем миром Но помните, господа Советская Россия уже не сырьевой предаток Мировой капиталистической системы Царская Россия ввозила Больше 43% необходимых ей машин и оборудования Советский Союз сам вывозит машины Многие из этих станков уже работают в странах Востока Советская индустрия начинает выходить на мировую арену Нью-Йорк Недалеко от города Готовилась грандиозная всемирная выставка Огромное количество экспонатов предстанет перед ее посетителями Кроме одного Того, который скрыт внутри стального цилиндра Опущенного в бункер Надпись предупреждает Вскрыть только через пять тысяч лет Есть там и письмо Альберта Эйнштейна к потомкам Наши открытия, пишет он Могли бы облегчить жизнь всех людей Но люди боятся безработицы и нищеты Убивают друг друга Живут в постоянном страхе Верю, что ваше общество Будет жить без войн, безработицы и нищеты Взгляни на нас, мир Мы передаем эстафету 39-му году Как часовые и строители Передаем свою молодость, свою тревогу Мы многого не успели, многое не сумели Но мы работали, не жалея сил И радовались жизни А это главное Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»